Всем привет, с вами взрывной Майк и сегодня я вам сделаю небольшой обзор на шлем Shoei NXR Прямо здесь у меня есть три разные расцветки, это новые расцветки, но мне вот симпатично больше всего вот эта вот, она такая яркая, прекрасная Наверное, на примере этого шлема я вам все и расскажу Первое, что стоит сказать, для кого этот шлем? Этот шлем подойдет для человека, который ездит в городе и иногда выезжает на трек Да, в этом шлеме тоже можно выезжать на трек Что нам позволяет это делать? Во-первых, масса шлема не очень большая, когда его держишь в руках, уже чувствуешь, что он не очень тяжелый Если посмотреть на его вес, то здесь вес примерно 1260 грамм Также аэродинамические характеристики у него хорошие, здесь вот мы видим, что имеется небольшой спойлер И плюс ко всему, очень крутая продуваемость шлема У нас есть регулируемые отверстия вентиляции внизу Есть регулируемые отверстия вентиляции вот здесь вот посередине Также стандартно вот здесь на многих шлемах делают По бокам и очень хороший отток воздуха вот сзади Очков здесь нету, но это и не туристический шлем То есть здесь стоит сказать, что это такой спортивно-городской шлем Застежка здесь D-Ring, самая надежная, надежный тип застежек, который имеется И, кстати говоря, только с таким типом застежек пускают на треки как на наши российские, так и на зарубежные Поэтому если у вас шлем с трещоткой, вас уже могут на трек не пустить Вот в таком шлеме, конечно же, пустят Визоры, понятное дело, съемные Также для этих шлемов NXR, а также Xperia Шоя производит вот такие вот крутые фотохромные визоры Особенность этих визоров в чем? Например, всегда возникает вопрос, какой визор брать на покатушку, если ты выезжаешь днем, но будешь катать до ночи Многие берут с собой два визора Кто-то ищет, как я, компромисс Я, например, езжу в визоре с 50% тонировкой Но, как бы, все равно это плюс-минус дискомфортно Потому что даже 50% тонировка, выезжаешь за город, уже ничего не видно Этот визор, это просто новое, скажем так, изобретение Он работает следующим образом Когда вы заезжаете в тень, он становится светлее Когда вы заезжаете на солнце, он темнеет и становится как будто тонированным Позволяет вам хорошо видеть Как он работает, мы сейчас вам продемонстрируем Так, ну что, вот у нас здесь три картиночки нарисованы Dark, mid и clear То есть ночью у нас вообще он должен быть белый Когда облачно, mid и когда солнечно, он должен совсем темным стать Сейчас я достаю его из пакета, он должен быть, по идее, прозрачным Смотрим Да, как видим, сейчас он прозрачный Давайте попробуем немножко выйти вот здесь вот, поискать свет Привет, привет Видели такой визор? Фотохромный, он должен на солнце сейчас стемнеть Так, ну здесь что-то он не темнеет Пойдемте на улицу, тогда на солнце выйдем, протестим Представляем, что я выезжаю из темного тоннеля и сейчас мне резко будет светить солнце в глаза Вот сейчас я на солнце выхожу Мне легче стало, я то есть вижу разницу уже А, во-во, темнеет, темнеет Темнеет, да Слушай, ну чудо здесь ждать тоже не стоит Как бы это не будет по щелчку пальцев Такая технология, это круто, блин То есть мы видим, да, что он А, ну вот он, смотри, потемнел Причем, видишь, бока светлые, а тут темнеет Слушайте, интересно Ну вот, видно Я не знаю, показывает ли камера Ну вот, бока, которые не освещались солнцем А здесь темнее Но тонер не сильный Но мы понимаем, что эта штука работает Она реально стала темнее И теперь проводим обратный эксперимент Заходим внутрь, представляем, что мы ехали по солнцу И тут резко в Европе где-нибудь въезжаем в темный-темный тоннель Ну что, вот мы зашли в помещение, постояли пару минут И визор у нас, ну, практически уже абсолютно светлый То есть видно по краям, что немножко такой он сероватый Но уже в темноте видно отлично Также в комплекте идет у нас подбородочная сетка Сейчас я ее покажу С каждым шлемом Вот такой вот наборчик у нас идет Это увеличивает на самом деле шумку Я уж как блогер знаю Без подбородочных сеток в шлемах В микрофон задувает Ну и такая вот, скажем, трековая история Ну, обычно ее ставят на трек Это отсекатель воздуха, чтобы у вас не потел визор Также стоит сказать, что, конечно же, здесь есть тоже крепление для пинлока А с этим тоже проблем не возникнет Из особенностей еще модель NXR имеет четыре разные скорлупы То есть в зависимости от размера Скорлупа будет или больше, или меньше Поэтому любой человек, в принципе, в этом шлеме будет выглядеть нормально И не будет такого, что у кого-то там подбородок не помещается вот сюда, в эту скорлупу Или наоборот, у кого-то там нос, не знаю, торчит из шлема Ну, всякое бывает, понимаете В целом модель очень классная, компромиссная Что касается цены, вот мы видим ценник Порядка, сейчас со скидкой 40 тысяч рублей он стоит Без скидки 51-200 Да, скорее всего, ну, как бы, это, наверное, не бюджетный шлем Но для такого качества, для такой массы, для таких технологий Ну, наверное, цена приемлемая Собственно, все, что я хотел сказать Можете приехать в магазин, потрогать, сами померить С вами был Взрывной Майк Подписывайтесь на этот канал, на мой Ставьте обязательно лайк под это видео, пишите в комментариях Если у кого-то есть такой шлем, если есть что добавить Пока всем и до новых встреч